С чего же нужно начать при первых признаках, которые могут напоминать женщине молочницу? В первую очередь, вы должны обратиться к врачу для правильной диагностики. Если у вас нет возможности обратиться к доктору, пожалуйста, постарайтесь не покупать какие-то прицельные противогрибковые препараты, потому что чувствительность к противогрибковым препаратам бывает очень разная, и не всегда вы можете попасть правильно в точку для того, чтобы излечить вашу молочницу один раз и навсегда. Неправильное лечение приводит к хроническим кандидозам, к хронической молочнице, с чем чаще всего, к сожалению, наши пациенты и приходят. Необходимо обследоваться также на урогенитальные, то есть скрытые инфекции, такие как хламидии, вирусы герпеса, вирус папилломы человека, уреоплазму, микоплазму. Потому что зачастую за явлениями характерными для молочницы скрываются именно эти патогенные микробы, которые приводят к хроническому воспалительному заболеванию во влагалище, шейке матки. Также, например, хламидии могут подниматься в маточные трубы, вызывать воспалительные заболевания в них и приводить женщину к такому грозному заболеванию и такому диагнозу тяжелому, как бесплодие. Для этого нам и нужны обследования, такие как БАК-посев с чувствительностью к препаратам для выявления чувствительности, для лечения молочницы. То есть обследование методом ПЦР на скрытые инфекции, хламидиоз, вирус папилломы человека, вирус герпеса. Когда мы говорим о лечении кандидоза, то в первую очередь мы подбираем препараты по результатам обследований. Если у вас нет возможности обследоваться у доктора, у вас нет времени, нет поблизости доктора, которому вы доверяете, чем вы можете себе помочь? При первых признаках молочницы, если вдруг вы видите, что у вас появились выделения зуд, сжения, что вам нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нужно откорректировать ваше питание. То есть нужно исключить продукты питания, которые являются раздражителями. Это острое, соленое, копченое. Также дрожжевые грибы любят очень повышенный уровень сахара, поэтому нужно исключить сдобу и сладкие продукты. Перейдите, пожалуйста, на фруктозу или постарайтесь исключить сахар из вашего рациона вообще. Хочется попросить не прислушиваться к советам фармацевтов в аптеках, это не всегда верно. Постарайтесь выбирать для оказания себе первой неотложной помощи какие-то препараты монокомпонентные, которые содержат в своем составе один какой-то компонент. И желательно, чтобы это не были прицельно противогрибковые препараты. Пусть это будут антисептики широкого спектра действия, которые не оказывают влияния на вашу нормальную микрофлору, но при этом снимут вам воспалительный процесс, уберут жалобы в виде зуда, покраснения, отечности. И уже когда вы сможете посетить врача-гинеколога, доктор правильно подберет вам лечение. В этом залог лечения однократного острых форм и не превращения молочницы в хроническую форму, требующую большого времени, затрат финансовых, временных и затрат вашей нервной системы. Продолжение следует...